Мерседес Е-класс Презентацию новой Мерседес Бенц Е-класса Хотя премьерой салона этот показ назвать нельзя Презентация была за день до начала работы выставки И приглашены на нее были лишь некоторые журналисты Среди которых, как вы понимаете, была и наша съемочная группа Как выяснилось позже, такой тактический ход имел свое логическое объяснение Дело в том, что на американских складах скопилось очень много ешек предыдущего поколения Так что в Америке машина появится не раньше середины этого года А официальная публичная премьера будет во Франкфурте Ну, что же сам автомобиль? Он серьезно изменился как внешне, так и изнутри И если экстерьер многие сточли неоднозначным То к интерьеру никаких претензий Все красиво и дорого Теперь Е-класс будет продаваться под лозунгом Добро пожаловать домой По всей видимости, это намек на то, что автомобиль стал еще более комфортным Что ж, остается только гадать об этом, дожидаясь первых тестов За это время мы обязательно сможем прочитать толстенную брошюру Многочисленных новых электронных и технических наворотов новой ешки Чтобы подойти к тесту с полной самоотдачей BMW Z4 А вот BMW-шникам скрывать, видимо, было нечего Поэтому под многочисленные и восторженные аплодисменты Выкатили на стенд новый купе-кабриолет Z4 Именно так купе-кабриолет Баварцы отказались от двух автомобилей Так что у покупателя больше не было возможности Выбирать между жесткой крышей и мягким верхом Интересный факт, что новый автомобиль нарисован двумя молодыми дизайнерами Причем девушками Разработка интерьера стала чуть ли не дипломной работой Пожелаем удачи молодым дарованиям, возможно, за этими милыми дамами будущая марки Что же касается технических характеристик То пока под капотом рядные шестерки мощностью от 204 до 306 лошадиных сил Привод, естественно, задний, трансмиссия автоматическая Но для самой мощной версии в качестве опции прилагается коробка передач с двумя сцеплениями А вот насколько хороша машина на дороге, сказать пока сложно Даром, что крыша алюминиевая Но в открытом и закрытом положении ее масса по идее распределяется относительно осей автомобиля по-разному Так что будем ждать первых тестов И, конечно же, модификации автомобиля с магической литерой М на крышке багажника Открытую версию второго поколения поклонники марки ждали больше года Как говорится, дождались Мировая премьера состоялась Машина с опущенным верхом эффектно пробила стену декорации Отсветляющую ледяную стену и предстала восторженным журналистам и сотням объективом кино и фотокамер Заметим, что ожидания любителей марки автомобиль оправдал полностью Новый мини, как и прежде, щеголяет мягким складным верхом Да здравствуют винтажные мотивы Такое решение дизайнеров оправдано на все 100% Хоть современная мини-машина полностью самостоятельная, не имеющая ничего общего с легендарными английскими родственниками Установить на эту красавицу жесткий складной верх было бы просто преступлением Что касается технической начинки То открытая версия полностью соответствует своим собратьям с металлической крышей Купер и Купер-С Тот же 1600-кубовый силовой агрегат, демонстрирующий 115 или 175 лошадиных сил Трансмиссия механическая, но для тех, кто больше ценит комфорт, нежели спортивный нрав В качестве опции прилагается шестидиапазонный автомат На стенде ребят из Венгольштада на детройцком автосалоне мы познакомились с двумя новинками Первая, без пары секунд, серийный спорткар R8 Не стоит винить нас вне компетентности Безусловно, R8 уже давно серийный автомобиль Только теперь он обзавелся мощным V-образным 10-цилиндровым двигателем Но, как это ни странно, защитников окружающей среды и борцов за экономию С транспарантами мы возле стенда Audi не наблюдали Безусловно, купе пришлось по вкусу Шутка ли? Практически идеальное шасси Алюминиевый монокок и сногсшибательная внешность Все это нуждалось в таком двигателе Ведь многие ругали этот автомобиль именно за его неторопливость Владельцев Жигулей просим не беспокоиться Сейчас мы говорим о динамике спорткаров Теперь же статус КВО восстановлен К слову, крутящий момент от мощного двигателя передается на все колеса благодаря фирменной аудюшной системе Quattro Постарались и дизайнеры, дополнив соревновавшийся образ купе несколькими новыми элементами Добавив тем самым облику авто еще большей агрессии Теперь конкурентам остается только утирать носы и спешно ретироваться Вторая звезда на стенде Ауди – спортбэк-концепт Пока это еще концепт-кар, но уже практически предсерийный Машина, еще не успев появиться, заочно получила шильдик А7 Это недалеко от истины Концепт построен на базе А6 следующего поколения И, как вы понимаете, больше нынешнего поколения шестерки по размеру Приятно, что маркетологи Ауди не ездят по ушам спорными терминами И не величают концепт в четырехдверном купе Честно продавая новинку в качестве пятидверного хэтчбека И это правильно – точность, вежливость королей Безусловно, автомобиль получился очень удачным Дизайнеры марки уже давно стремятся к роскошному минимализму И на примере спортбэка можно с уверенностью утверждать, что цели они достигли на все 100% Сдержанная, но в то же время элегантная и в меру спортивная внешность Идеально сочетается с роскошным салоном Который, в свою очередь, визуально не перегружен ненужными и олиповатыми прибамбасами Остается только дождаться, когда этот автомобиль поступит в серийное производство Хочется надеяться, что к этому моменту спортбэк не сильно изменит свою внешность А эта пара автомобилей запросто может сорвать куш на российском рынке и стать бестселлером Седан Mazda 3 был показан на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году И с этим автомобилем мы уже так или иначе знакомы Хэтчбек широкая общественность увидела в конце прошлого года на автосалоне в Болонии Но американская публика с ним еще не знакома Что ж, извольте Новое поколение столь популярной у нас модели Mazda делает первые шаги за океаном Пытаясь покорить заморскую публику своим комфортом Именно так Машина хоть и построена с использованием силовых элементов предыдущего поколения Но теперь она стала более дружелюбной к водителю Конструкторы принесли в жертву комфорту острые реакции И порой даже нервное поведение в угоду степенному покорению пространства Мы уже слышим недовольный возглас, вы верните все как было Но не стоит торопиться Безусловно, машина не стала похожа на мягкий диван Все спортивные амбиции теперь еще более щедро подкреплены незаурядной внешностью А управляться и разгоняться машина по-прежнему будет неплохо Зато в новом салоне, столь похожем на салон старшей сестры Mazda 6 Будет тише и уютнее Пластики теперь мягкие, да и на вид все смотрится многим богаче В конце Блю Спорт фольксвагеновцы словно противопоставляют огромным машинам класса Гран-туризма С исполинскими силовыми агрегатами Оно и правильно Во-первых, времена для покупки дорогущих монстров сейчас не лучшие Во-вторых, честные маленькие зажигалки по-прежнему в почете Ведь от такого автомобиля получаешь удовольствие От светофорных гонок и прохватом по узким и извилистым горным дорогам А этого практически в любой стране с избытком А вот автобанов без скоростных ограничений раз-два и обчелся Так что, как говорится, спорт в массы Решили фольксвагеновцы и показали всем Среднемоторный дизельный спортивный автомобиль Построенный с использованием, внимание, узлов и агрегатов Седьмого поколения Volkswagen Golf и Volkswagen Polo А вот это авто, к сожалению, российские покупатели не увидят в салонах Форда Форд Мустанг Шелби GT500 останется исключительно американским достоянием А жаль, у нас быстрые автомобили любят не меньше, чем за океаном Да и кредитоспособность отечественных любителей безбашенных скоростей Представляется лучшей, чем все тех же за океанских А пока остается лишь наслаждаться кадрами и завидовать будущим владельцам этого авто И повод есть Под капотом новинки установлен 540-сильный двигатель объемом 5,4 литра С максимальным крутящим моментом почти 700 ньютон на метр V-образная восьмерка работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач 3MAC А останавливает этого безумного монстра мощная тормозная система Brembo На всякий случай небольшая справка Отличить Шелби GT500 от стандартного Мустанга достаточно просто Заряженная версия имеет несколько эмблем с силуэтом Кобры Более агрессивные передние и задние бампера И большую ноздрю для забора воздуха на капоте Этот великолепный дуэт купе и кабриолет немного обновили к детроицкому автосалону Изменилась форма переднего и заднего бамперов, элементы отделки салона К слову, самое заметное изменение в салоне на центральном туннеле Если у предыдущего поколения рычаг автоматической трансмиссии был самым что ни на есть обычным То теперь после нажатия на клавишу пуск двигателя Из хромированного туннеля выдвигается огромный металлический кругляш Чтобы выбрать нужный режим работы коробки, нужно просто повернуть его словно ручку радиоприемника Изменился и силовой агрегат под капотом самой мощной версии Теперь тоже двигатель с турбонадовом Jaguar XF-R Этот автомобиль можно считать своего рода спасительной шлюпкой марки в бездонном океане конкуренции Большие седаны с туманного объема уже давно не пользуются бешеной популярностью Как вы помните, X-Type не пришелся по вкусу поклонника марки У XF дела многим обстоят лучше Это косно подтверждает и тот факт, что в пораженной кризисом Америки На стенде Jaguar было не протолкнуться от американских журналистов и телеоператоров Теперь же этот стильный современный седан можно купить в классическом ягуаровском спортивном исполнении Причем силовой агрегат теперь не компрессорный, как это было раньше, а турбированный Мерседесовский концепт Blue Zero убил одним выстрелом сразу двух зайцев Во-первых, теперь мы имеем представление о том, как будет выглядеть новый B-класс Внешность концепта хоть и неоднозначная, зато теперь можно говорить о том, что в Штутгарде пытаются создать новый образ для своих автомобилей Во-вторых, публике показали, в каком направлении работают инженеры компании, занимающиеся гибридами На Blue Zero может быть установлена одна из трех гибридных силовых установок Первый – полностью электрический вариант Заряда батареи хватает для того, чтобы проехать больше 200 километров Подзарядка происходит в режиме рекуперации, либо от обычной электрической розетки Второй вариант – водородно-электрический двигатель Благодаря хитрым топливным ячейкам молекулы водорода распадаются, вырабатывая электроэнергию для электромотора и литий-ионных батарей Подзарядка последних только в режиме рекуперации И третий, наиболее привычный для обывателя вариант – бензиново-электрический Причем бензиновый силовой агрегат от Smart используется лишь как электрогенератор В нужный момент он включается и подзаряжает батареи Вредные выбросы при такой схеме минимальны Причем, чтобы сэкономить бензин, машину можно подключать к розетке McLaren SLR Stirling Moss Этот автомобиль – лебединая песня семейства McLaren Mercedes SLR Создавая новый McLaren SLR, дизайнеры окунулись в мир гонок 50-х годов прошлого века Обратив свои взоры на гоночные автомобили Mercedes, за рулем которых блистал легендарный английский гонщик Stirling Moss Ребята взялись за работу Любопытно, насколько точно был перенесен дизайн автомобилей прошлого в наши дни Конечно же, это не копирование, это лишь использование идеи для создания винтажного настроения Но как удивительно гармонично выглядит новинка на фоне легендарного гоночного автомобиля прошлого А вот начинка SLR без оговорок – самое что ни на есть современное V-образный 8-цилиндровый компрессорный бензиновый двигатель объемом 5,5 литров выдает 651 лошадиную силу Кстати, этот же мотор живет под капотом купе SLR McLaren Тем не менее, открытая машина быстрее Ее максимальная скорость составляет 347 км в час, что на 10 км в час быстрее, чем у купе И время разгона до сотни меньше примерно на 0,1 секунды Удивительно, что мерседесцы не презентовали эксклюзивного шлема для водителя и пассажира Ведь в кожаном котелке и очках а-ля 50-е на таких заоблачных скоростях управлять автомобилем просто невозможно Кстати, всего планируется собрать только 75 автомобилей Цена же оригинального спорткара ориентировочно составит 750 тысяч евро И пусть это будет обидно другим производителям гибридных автомобилей Но Toyota безусловный лидер в этой нише И даже не потому, что перед нами уже третье покорение серийного Prius А потому, что они решили выпускать этот автомобиль еще до всеобщей волны любви к гибридам Именно эта машина обрела чрезвычайную популярность во всем мире К слову, у Prius самый толерантный покупатель Дело в том, что согласно статистическим исследованиям, проведенным компанией Toyota Больше 90% покупателей первого поколения Prius пересела на второе Именно поэтому, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов, которые вот-вот займут место за рулем нового автомобиля Дизайнеры не пошли революционным путем И не стали кардинально менять внешность новой модели Хотя, безусловно, это абсолютно новый автомобиль Который смотрится многим интереснее предшественника Сделали и подарок будущим покупателям инженеры Под капотом полуторалитровый силовой агрегат сменил 1800-кубовый Перелопатели гибридную силовую установку побелтовали с батареями Благо, прогресс не стоит на месте Хотя принципиально схема нового Prius'а остается прежней Машина передвигается при помощи электромотора А если его мощности недостаточны И батареи не успевают зарядиться в режиме рекуперации В работу подключается бензиновый силовой агрегат Мотор-шоу в Детройте первое в этом году И сегодня мы познакомились с множеством новинок И интересных моделей автомобилей Надеюсь, в этом году нас ждет еще много удивительных сюрпризов Оставайтесь с нами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»